В Санкт-Петербурге осветили воссозданный храм Рождества Христова на песках. Его автор – наш земляк, уроженец Ядренского уезда, российский архитектор Петр Егоров. Храм построили в 1787 году. В 1934 его закрыли, а затем разобрали. Строительство нового храма началось в 2017 году. Для северной столицы это первый пример возвращения некогда существовавшей церкви в первозданном виде. Подробности в репортаже нашей съемочной группы из Санкт-Петербурга. Наш земляк, российский архитектор Петр Егорович Егоров, был одним из авторов ограды летнего сада в Санкт-Петербурге. Он обладал своеобразной творческой индивидуальностью и сумел совместить металл, камень и декоративные элементы в одной композиции. Так мы, земляки, и вспоминали Петра Егорова до недавнего времени. Теперь и петербуржцы, и жители Чувашии будут знать его и как церковного зодчего, работавшего в Санкт-Петербурге еще до Монферрана и Воронихина. О возрождении храма Рождества Христова на Песках впервые заговорили в начале нового тысячелетия. Провели археологические раскопки, нашли сохранившийся фундамент, фрагменты церковной утвари. Архитектура здания воссоздавалась по старым фотографиям и описаниям. Иконостас восстановили по эскизам, которые исследователи обнаружили в музее истории города. Совсем недавно здесь было пустое место, просто ничего не было. Но вот время пришлось собирать камни, эти камни собраны, и появился замечательный храм, посвященный Рождеству Христову, а два престола – Рождеству Божией Матери и всем святым. Поэтому сегодня у нас престольный праздник. Я всех поздравляю вас с именинами, потому что каждый из нас носит имя какого-то святого. При воссоздании храма его автор, архитектор Петр Егоров, удостоился особой чести. Теперь его имя будут слышать все прихожане церкви. Один из колоколов Христо-Рождественского храма именуется прихожанами как Егоровский или Чувашский. Надпись на нем гласит «В лето Господне 2018 отлит сей колокол Егоровский в дар храму Рождества на Песках от чувашского народа вознаменование возрождения онного храма и увековечивание памяти первого архитектора и строителя Чуваша Петра Егоровича Егорова». Для Чувашей, живущих в Санкт-Петербурге, храм Рождества Христова на Песках уже стал духовным пристанищем. Человек родился, Чуваш, здесь его мы крестим. Выходит замуж или женится, свадьба и венчание здесь происходит. Уходит мир иной отсюда. Петр Егоров в одной из своих челобит написал «Родом я Чувашинин и вывезен был малолетним князем Додиане в Россию». Для нас, конечно, это особенно значимо, потому что мы гордимся своим уроженцем, мы гордимся тем, что Чувашская земля так богата талантами. По поручению главы Чувашей Олега Николаева, настоятелю храма Андрею Щербану, меценату Вячеславу Заренкову и директору фонда имени Зодчего Петра Егорова Евгению Дмитриеву вручили памятные медали «Столетие образования Чувашской автономной области». Я начал учить чувашский язык и бросил, очень сложный язык, но это я выучил. Более 30 лет своей жизни Петр Егоров посвятил архитектуре. Он был одним из талантливейших Зодчих второй половины 18 века. Узнать о его жизни и творчестве, увидеть элементы фундамента храма Рождества Христова на песках, найденные в ходе раскопок, можно на выставке «Созидающие красоту в камне» в Чувашском национальном музее. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика из Санкт-Петербурга.